Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вашим вопросом и ответить на интересующие вас темы. Во-первых, что такое когнитивный диссонанс? Когнитивный диссонанс – это несоответствие представления человека о мире, того, что происходит с ним в реальности. Грубо говоря, если человек никогда не думал, что кого-то из его родных убьют, а его родных убивают – это когнитивный диссонанс. В этом случае человек всегда думал, что земля плоская, а ему сказали, что земля круглая – это когнитивный диссонанс. Это несоответствие представления человека о мире с реальным положением вещей. И чем больше фактов, доказывающих это несоответствие, тем более сильный когнитивный диссонанс. И повышается шанс того, что мнение человека по какому-либо вопросу начнет меняться. Сейчас так и когнитивный диссонанс вызывается специально для того, чтобы направить мысли человека в определенную нужную сторону. Далее, вы пишите «Из статей в интернете не очень понятно». А зачем? Вот зачем вы читаете эти статьи в интернете? Понимаете ли вы, что они написаны не для клиентов? Статьи в интернете по психологии написаны, как правило, одними психологами для других психологов. Они не учитывают специфику индивидуальности каждого. И возникает только вопрос, зачем вы эти статьи считаете? Зачем это вам лично? Почему не обратиться к психологу, как это вы сделали сейчас, например? Почему не обозначить свою проблему более конкретно? То есть, кто стоит за этими вопросами и так далее? Для чего вам это надо? Для чего вам это нужно понять? Почему вас это интересует? Это психологические термины, это психологическая наука и без образования, без понимания хотя бы фундаментальных нюансов, связанных с психологией. Вам будет довольно сложно в этом ориентироваться. То есть, вот здесь такой момент. Чем стресс отличается от бескомфорта? Ну, во-первых, это временный фактор, стресс, он не бывает длительным в норме. А, да, вы спрашиваете, правда ли, что люди сталкиваются с этим каждый день? Нет, неправда. Это представление о том, как я это преподносил, то представление о нем, представление о мире формируется у человека не на густом месте. А на основании его опыта, взаимодействия с другими людьми, результатов его деятельности и так далее. И поэтому сталкивается с этим человек не каждый день, а редко достаточно во взрослой жизни. И поэтому каждое такое столкновение, оно вызывает достаточно серьезный стресс, опять же. Вот. Если бы человек все время сталкивался с этим, то, надо сказать, что было бы куда меньше уверенных в себе людей. Далее, значит, чем стресс отличается от дискомфорта? Дискомфорт более длительный, менее ярко выраженный, так как стресс более ярко выраженный, более требовательный к энергии человека и более его изнурять. Это попытка описать механизм выбора или что-то другое. Нет, механизм выбора здесь вообще совершенно ни при чем. Например, стресс происходит из-за того, что человек сталкивается с чем-то, что угрегает его в определенное состояние. То есть стресс – это, по сути, напряжение. Стресс – это, по сути, негативное напряжение. Отрицательное. Дискомфорт – это, может быть, тревожность, может быть, неудовлетворенность легкая. Может быть, опять же, столкновение того, чего я хочу и то, что есть. Мне некомфортно, дискомфортно, потому что не то, что я хочу. Не то, как мне нравится. Стукация когнитивного диссонанса, то, как я уже сказал, к выбору здесь отношения никакого не имеет, потому что выбор – это выбор, это вообще совсем отдельная тема, а когнитивный диссонанс – это именно расхождение представлений о мире и реальном мире. Это человеку говорят, что его дом снесут, хотя он и не в Крущевске живет, а человек не верит. Это стресс или диссонанс? Как это ни парадоксально, это ни то и ни другое. Человек просто не верит, потому что в его картину мира не укладывается то, что его дом могут снисти. Он даже не допускает мысли об этом. и только если он реально увидит, что к его дому подъезжает машина соответствующая, которая сносит дома, вот тогда у него будет диссонанс, потому что он не мог представить себе, что такое случилось, а это случилось. Понимаете, то есть у него нет представления об этом и нет ничего подтверждающего бы, нет ничего, что подтвердило бы, что эти представления имеют место быть. Когда они появляются, человек реально видит, что это есть, и это не вписывается в его картину мира, и возникает диссонанс. Далее, значит, просто примеры не соответствуют определению. Вот они с нами пишут, что это столкновение идей и дискомфорта. А что именно это, вот непонятно. Примеры чего не соответствуют определению чего. Вы говорите про стресс, про дискомфорт и про когнитивный диссонанс. Что именно складывается в это понятие? То есть, не так. То, что вы пишете про то, что столкновение идей и дискомфорта что вы складываете? Во что? Во что вы складывается это определение? Диссонанс? Нет. Диссонанс не имеет к этому отношения. Стресс? Опять же, к идеям стресс не имеет никакого отношения. Дискомфорта да, может быть. Но не к идеям. Абсолютно. Идея это скорее про диссонанс когнитивный, а не про стресс. И не про дискомфорт. Когнитивный диссонанс может вызывать дискомфорт. А может это не вызывать. В зависимости от того, как был предмет диссонанс. Если вы мне, например, скажете, что мой любимый актер ну, скажем, нетрадиционной ориентации или мой актер умер любимый, у меня будет диссонанс. Потому что я, например, только вчера видел его фильм и видел, как он целуется с девочкой. Но вряд ли мне будет об этом дискомфортно. На именно личностном уровне. Если меня это не задевает. Так что здесь вы немножко запутались с определениями и примерами. Далее. Когда, например, человек выбирает машину и взвешивает за и против, но в примере с машиной нет в сравнении с идеей и дискомфортом. Опять, я не очень понимаю, почему вы связываете выбор. Причем здесь вообще механизм выбора. Выбор – это воля. Это воля. Это проблема воли. Очень такой выбор. К диссонансу, к стрессу и к дискомфорту выбор вообще никакого отношения не имеет. Значит, под термином когнитивный-когнитивный диссонанс стоит понимать то, что я сказал начало. Термин нужен для того, чтобы показать состояние человека, когда происходит различие между тем, что есть, и тем, какие у человека представления существуют о том, что есть. А выбор – это вообще не о том анониме. Выбор – это, еще раз, повторю вам, проблема воли. И вот, скажите, у меня ощущение, что у вас такая каша в голове об этих статей, что узел просто. Ну, конечно, вам решать, но я бы не рекомендовал читать статьи, особенно если у вас есть свои собственные проблемы. Потому что, ну, вот если у вас есть проблема выбора, допустим, это проблема личности, это проблема личности, это проблема индивидуальности, это проблема воли, это, как бы, конфронтация индивидуального и общественного. Вот что такое выбор. Но это не диссонанс. То есть диссонанс может включать в себя это. Он может включать в себя выбор, он может включать в себя стресс, он может включать в себя дискомфор. Но, лишь, как бы, знаете, ситуационно, эпизодически, и не более того. Например, человек может сделать выбор. Он может испытать стресс от этого выбора. Может испытать дискомфорт. А может и не испытать. Человек может сделать выбор. Это может повлечь диссонанс, а может не повлечь. Зависит от многих факторов, как бы, последствия выбора. Поэтому, когнитивный диссонанс, равно как и стресс и дискомфорт, это состояние, которое могут соотноситься с выбором и с проблемой выбора, но к самому выбору отношения вообще никакого не имеют. И уж точно не могут... Термин выбор, слово выбор, не может быть заменено, как бы, вот, на место слова когнитивный диссонанс. Термин. Ибо это совершенно разные вещи. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Немного разобрал ваши противоречия. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.